Новые ядерные энерготехнологии в перспективе на следующие десятилетия обсудили сегодня ведущие атомщики страны. В Томске стартовала Всероссийская тематическая конференция. Толчок к развитию отрасли в России во многом даст проект «Прорыв», говорят специалисты. Именно в Томском регионе, в Северске, произойдет замыкание топливного цикла ядерной энергетики. Илья Лавренков с подробностями. Всероссийская конференция атомщиков призвана разработать долгосрочную стратегию развития отечественной ядерной энергетики. Доля ее потребления год от года увеличивается. И по прогнозам к 2040-му вырастет в половину. Необходимы новые подходы к ее производству и новые критерии безопасности. Смысл таких конференций прежде всего, чтобы гармонизировать знания, синхронизироваться и вместе выполнять дальше те задачи, о которых идет речь. О которых, как правило, интеграция, представление хорошее существует только на верхних этажах. Проект «Прорыв» стал центральной темой конференции. Это инновационный вариант развития мировой ядерной энергетики. Для этого на площадке СХК в Северске возводят опытно-демонстрационный комплекс. Он будет состоять из реактора на быстрых нейтронах БРЕС-300 и модуля для фабрикации топлива, а затем и переработки его в новое сырье. Задача стоит 20-й год завершения строительства МФР, но даже не строительства, а строительства и монтажа основного технологического и общепромышленного оборудования с тем, чтобы в 21-м году начать опыто-промышленную эксплуатацию. На данный момент в опытный энергокомплекс поступило около 90% необходимого оборудования. На его базе специалисты готовят основные технологические линии. Это линии карбо-термического синтеза, это линия производства и контроля таблеток, это линия фабрикации и контроля ТВЛ, и, наконец, последняя, четвертая линия – это линия сборки и контроля ТВС. По планам проекта, к 2023 году модуль фабрикации начнет выпускать нитридное топливо. Еще через три года оно станет основой для запуска реактора, а к 2028-му из отработанного сырья произведут новый энергоресурс. Это будет первый в мире замкнутый ядерный цикл. Инвестиции составляют для строительства данного объекта более 60 миллиардов рублей. Мы прекрасно понимаем, это хорошие цифры для дополнения, как и поступления в бюджет и дополнительные рабочие места, даже во время стройки, не говоря уже, а потом, когда начнет работать сам проект. Губернатор Томской области обратился к руководству Росатома с предложением построить на базе АДЭК в Северске единственный в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах. Обращения Сергея Жвачкина в госкорпорации намерены поддержать, так как это первая инициатива от российских регионов. Сама же Всероссийская конференция атомщиков продлится два дня. После серии пленумов, круглых столов и разнонаправленных секций участники отправятся на площадку АДЭК, чтобы познакомиться с особенностями и темпами масштабного строительства. В Томской области могут построить первый в России промышленный реактор на быстрых нейронах с натриевым теплоносителем. Об этом сегодня заявил Евгений Адамов. Экс-министр России по атомной энергии, а ныне научный руководитель известного проекта «Прорыв» приехал в Томск на конференцию. На ней в течение двух дней обсудят перспективы развития атомной энергетики в нашей стране. И Томская область во многих вопросах может снова оказаться первопроходцем. Ядерное топливо нового поколения, на котором в будущем будут работать все российские атомные реакторы, уже реальность. Главное преимущество – полностью замкнутый цикл. То есть отработав в энергоустановке, тепловыделяющие сборки отправляются на рефабрикацию и снова готовы к загрузке в реактор. Количество циклов не ограничено. Отходов по сравнению с предыдущими поколениями ядерного топлива в разы меньше, а их уровень радиоактивности равен природному фону урановой руды. Эти факторы стали решающими при выборе направления развития атомной энергетики. А реакторы на быстрых нейтронах – часть будущего, которая реализуется уже сегодня. Например, проект «Прорыв» на территории Томской области. Я считаю, что строительство в основном закончено, и мы уже приступаем к монтажу технологического оборудования. В 2020 году закончим, дальше наладка и опыта промышленной эксплуатации. С началом 2023 года уже промышленной наработки нитридного топлива для загрузки реактора «Брест» первой загрузки. 2023 год. На 2026 год планируется окончание строительства и пуск реактора «Брест-300». Следом встает вопрос о создании промышленных установок, которые станут частью единой энергосистемы. И Томская область первой заявила о своих амбициях. Сейчас губернаторы тоже выстраиваются в такую цепочку, а где будет первый промышленный энергоблок. Первым мяу сказал губернатор Томской области. Так что вот этому мяу надо будет отдать должное, и мы всячески будем поддерживать его инициативу. Помимо реализации проекта «Прорыв», в Томской области СКК продолжают взаимодействие с подразделениями «Русатома» по другим направлениям, в том числе по созданию неядерных технологий, новых производств, использование кадрового, научного и промышленного потенциала. 30 августа мы подписали совместную дорожную карту с руководителем ТВЭЛа по работе, чтобы здесь выстраивать еще дополнительные производства. Решение задач, поставленных руководством страны перед госкорпорацией, позволит сохранить лидирующие позиции «Русатома» на мировых рынках. А создание прорывных технологий, в том числе замыкание топливного цикла, выведет атомную отрасль на новый уровень. Алексей Смирнов, Иван Патласов, Вести Томск.